МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует комментатор Дмитрий Губеритт на телеканале «Спорт». Здравствуйте, друзья! И старый млад, конечно же, как всегда, приходит на самые разнообразные соревнования по биатлону. И мы сегодня отправляемся в местечко уникальное, по клюху, что в Словении, где пройдет первая мужская индивидуальная гонка в рамках третьего этапа розыгрыша Кубка мира по биатлону. Но, собственно говоря, сам биатлонный стадион хорошо знакомый любителям этого зимнего вида спорта, потому что здесь проходил полноценный чемпионат мира в 2001 году и нескольких гонок в рамках мировых первенств. Преследование в 98-м, когда пасют еще не было в олимпийской программе. И, в частности, смешанная эстафета в поклюке была выиграна из блеска сборной команды России. Стартовый лист мужчин на 20-километровке сейчас на ваших экранах. Ну, а вообще биатлонный стадион здесь не столько в поклюке, сколько в Бледе, знаменитом славянском городе-курорте. Здесь же недалеко роскошное совершенно озеро и различные оздоровительные учреждения и так далее, и так далее. Но сегодня крайне тяжело будет биатлонистам бороться здесь за высокие места. Погода хорошая, плюс 5, ярко солнце светит, щебечет воробей. Но хочу сказать вам о том, что ветер дует просто со страшной силы. Поэтому гонка опять может превратиться в лотерею. Ну, а пока 30-й стартовый номер выгодный первый из россиян Михаил Кочкин. Номер 55-й Иван Черезов. Номер 60-й Круглов, Чурин. 64-й Чудов, 68-й, 70-й Ярошенко. 85-й Маковеев. Вот такой состав российской команды на сегодняшнюю гонку. Подробности далее. Готовятся стартовать спортсмены. Робин Глек, представитель сборной команды Канады, побежит первым. Ну, а в любом случае для поклонников российской команды. Конечно, вы помните все те животрепещущие моменты, связанные с предыдущим этапом Кубка Мира, когда в Кубк Фильдсне российская команда, в общем, подуставшая. И тут, наверное, можно объяснить не совсем удачную стрельбу. И то, что не очень быстро, по большому счету. По сравнению с норвежцами, конечно, бежали наши ребята. И достаточно много свыше двух минут уступило российской команды в эстафетной гонке. И сегодня, во главу угла этапов по клюке, который завершает предновогоднюю программу этапов розыгрыша Кубка Мира по биатлону, главной задачей для тренерского штаба российской сборной было, конечно, восстановить спортсмена. И, разумеется, ваш комментатор регулярно созванивается с тренерами нашей сборной. И Владимир Аликин, наставник наших мужчин, рассказывал о том, что по приезду сюда, в Словению, целый день ребята отдыхали, вообще ничего не делали. Затем провели втягивающую работу, на лыжах покатались, километров 15-17 подышали. Далее уже начались тренировки со стрельбой. И вот только накануне была проделана небольшая, опять-таки, скоростная работа. И тренерский штаб вместе с руководителем комплексной научной группы нашей мужской сборной Юрием Преображенским, который внимательно изучает, анализирует состояние спортсменов, и, конечно, с основником пострейдой Андреем Гербаловым, в купе с нашим замечательным доктором-массажистом. Тренеры единодушно отметили, что удалось ребят восстановить. И на этот этап, который будет включать в себя три гонки, команда приехала в хорошей форме, которая позволяет рассчитывать на удобоваримый результат. В рамках этого этапа Кубка мира здесь пройдут, с учетом женщин, шесть гонок. Сегодня же прекрасные дамы отправятся на дистанцию 15 километров в рамках индивидуальной гонки. Затем будут проведены два спринта. Ну, а далее преследований не будет. В выходной, в воскресенье, нас ожидают две эстафетных гонки. Так что вот такая программа этого этапа Кубка мира. Ну, а дальше уже спортсмены после Нового года. Что, как мы отпразднуем дружные, пожелаем удачи российским спортсменам и на чемпионате мира по биатлону, и, конечно, на Олимпийских играх в Пекине. Главное событие наступающего года 2008-го. Дальше турне по маршруту Оберхов, Руфольдинг и Анхольц. Это золотая серия мирового биатлона. В январе. Ну, а потом уже, начиная с 9 февраля, Эстерсун, чемпионат мира. Так что уже теперь рукой подать до главного старта нынешнего сезона. По клюке проходили всевозможные соревнования. Но трасса расположена на высоте 1300-1350 метров. А это уже солидное среднее горе, фактически можно говорить и так. Которое предъявляет колоссальные требования организму. Естественно, вот сейчас для всех, без исключения сборных, третий этап Кубка мира превращается в серьезное испытание. Потому что на фоне недовосстановления организм спортсмена может повести себя по-разному. Ну, тем более, что сегодня первая гонка это 20-ти километровка. Да, дальше будет день отдыха. Дальше спортсмены сумеют целый день восстанавливаться. И то, как это было, скажем, на этапе Кубка мира в Кокфильдсене, когда три гонки подряд спортсменам пришлось бежать. Но после таких серьезных нагрузок, как 20-ти километров у мужчин, 15 километров у женщин, конечно, требуется серьезное восстановление. Павел Хурайт из сборной команды Словакии стартует сейчас. В основном выходят на старт спортсмены. За одним исключением Индрак Тобралуц набрал эстонский атлет зачетные очки по программе Мирового Кубка. Единожды был он в призах в спринтерской гонке. Ну, а пока выступают те спортсмены, которых мы видели уже на этап Кубка мира. И в Контео Лакси, и в Кокфильдсене. Но успехов они не добивались. И вот Джереми Тила, один из лидеров сборной команды Соединенных Штатов Америки. И именно в этом сезоне, кстати, Джереми Тила, достаточно опытный спортсмен, 30-летие, отмечает десятилетие своей биатлонной деятельности. Но по большому счету военнослужащий американской армии лучший результат в программах Кубка планеты. Показал однажды, это было в Эстерсунде в спринте, 15-е место. Выше этих показателей спортсмен не поднимался. Он из Аляски, из Анкориджа. Вот что касается Кристиана Мартинелли, то мы запомнили его именно по индивидуальной гонке. А уже была проведена индивидуальная гонка одна в Контео Лакси, которую выиграл Олимпийский чемпион фасильки Венсан де Франс. Именно как раз одним из возмутителей спокойствия был вот этот самый молодой 24-летний итальянец, который финишировал 17-й и долгое время, причем, был он в числе лидеров. Появляется болгарский спортсмен Михаил Клетчеров. В Болгарии, кстати, в это самое время вместе с Кибанским проходит чемпионат, этап Кубка Европы по биатлону. И российские спортсмены там не выступают. Это связано с тем, что сборная изначально, вторая сборная команда нашей страны, изначально не планировала выступать в рамках этого европейского турнира, где с блеском Андрей Прокунин идет на первой позиции. И Максимов, и Устюгов добивались результата. То есть все те, кто преследует по пятам наших фаворитов, членов первой сборной команды России, выглядит совсем неплохо. И мы их можем в ближайшее время увидеть и в основном составе сборной. Ну а пока посмотрите на Эмилия Коглисвенсена, победителя этапа Кубка мира. В эстафетной гонке норвежский спортсмен. У него очень серьезная, хорошая стартовая позиция в первой группе. Идет пока на достаточно скромном 27-м месте в зачете мирового кубка Эмилия Коглисвенсена. Но в эстафете 22-летний норвежец блестяще смотрелся. Ну а это полицейский из Риги Илмарс Бритцес, 37-летний ветеран. Его как раз принято считать, ну может быть, не самым, что и на есть королем индивидуальных гонок, но во всяком случае человеком, который в состоянии бежать в классику биатлона здорово. Он это доказывал на всевозможных чемпионатах планеты, где завоевывал призовые позиции, даже побеждал. Так что Илмарс Бритцес, хоть и в нынешнем сезоне зачетных очков кубки мира, не имеет, но вот эта погода, а дует сильный ветер, это состояние трассы, а здесь очень один грандиозный просто подъем, очень трудный для всех спортсменов без исключения. И может Илмарс Бритцес в сегодняшней гонке показать неплохой результат. Ну а пока мы ждем старта первого из «Россиян», приблизительно через минут 7-8 на дистанцию под 30-м номером отправится Михаил Кочкин. Мы продолжаем наш репортаж. Спортсмены бегут в 20-ти километровку. И уже теперь у нас 15 человек ушли на дистанцию. И мы будем смотреть разгон первых участников. Павел Хурайт на отметке 2 километра лучший результат показал. Обратите внимание, как здесь поклют красиво. Здесь в лесном-то массиве ветра практически не наблюдается. Хотя нет, наблюдается. Вот вы видите, колышется. Все-таки, ну если не деревья, то ветки, по крайней мере, елок и сосен. И все это нам говорит о том, что крайне непростая обстановка, переменчивая, ветреная, самое что ни на есть, будет здесь на стрельбище. А вот сейчас уже нам видно невооруженным глазом, что тут происходит на биатлонном стадионе. И вновь мы говорим о том, что, возможно, лотерея сегодня. Готовится Михаил Кочкин, кроме клуба, под 30-м номером. 18-й это Рене Лоран Белермонт, сборная команда Италии. 30-летний спортсмен. И опять-таки, хотим заметить, что он в нынешнем сезоне в зачете мирового кубка очков не имеет. Всего 60 атлетов пробивались, а именно, наверное, это слово можно говорить, пробивались в кубковую тридцатку, потому что крайне тяжело уже теперь даже попасть туда. Для многих признанных фаворитов, которые даже не выдерживают конкуренцию в составе своих национальных сборных команд, и просто как норвежцы Андерсон или как Ларс Бергер, Маргет Андреасен, выступают во вторых составах своих сборных команд. Чего же там говорить о кубковой тридцатке? Михаил Кочкин слабейший из россиян с точки зрения набранных очков в генеральной классификации. 4 баллы и 57-е место. Мы верим тренерам-спортсменам и даем возможность ему стартовать. Ну а лидером общего зачета мирового кубка, набрав 194 очка, вы это прекрасно знаете, является Ули Айнар Бьерн Дален, который на протяжении четырех последних гонок ниже второго места не опускался. Два раза выиграл и один раз, вернее, дважды тоже был и вторым. Но мы помним, применить на Кули Айнару Бьерн Далену совсем неудачный, крайне неудачный старт его в нынешнем сезоне именно в индивидуальной гонке, когда Ули Айнар Бьерн Дален завоевал только два зачетных очка, то есть был 29-м. Поэтому сегодня, конечно, до Бьерн Далена дело чести выступить хорошо, и он будет стартовать под 66-м номером. Вообще группа сильнейших в основном стартует во второй стартовой подгруппе, всего под групп 3, 97 спортсменов на дистанции. 47-й номер «Граф», далее по номерам «Хакенен», «Зимон», «Ос», «Ханевольд», «Фуркат», «Роберт», «Чанг», «Черезов» 55-й, «Шлезинга», «Рёш», «Пинтер», «Братсвен», «Круглов» 60-й, «Грайс», «Нильсон», «Пум», «Чурин» 64-й, «Далее по номерам Сикора», «Бьерн Дален» 66-й, «Диркач», «Чудо» в 68-й, «Мезочи» 69-й, «Ярошенко» 70-й, «Венсандо Фран» 71-й и «Симон Эдер» из сборной команды «Австрии» замыкает турнирную группу 2. Дальше уже начинается третья стартовая группа и, кстати, тоже очень большое количество спортсменов, которые могут сегодня биться за медали. Мы надеемся, что это будет Андрей Махавеев, он стартует под номером 85. Ну и там есть и немец Александр Вольф, и белорусы Новиков, и Лиулин, китайец Чанг, Де Лоренце, итальянец, экс-чемпион мира в классике, в биатлонной и в индивидуальной гонке Роман Достал из Чехии Александр Белоненко, и Плевачик, хорошо знакомый нам из Польши, и Ферель Канар из Франции. Так что есть люди, которые в состоянии биться сегодня за высокие места. На предварительной отметке 2 километра Кристиан Мартинелли показывает лучший результат, и всего лишь 0,5 секунды ему уступает Эмиль Хэглис-Свенсен, спортсмен из Лилихаммера. Кстати, любопытная подробность, которая касается личной жизни Эмили Хэглис-Свенсена, у него подруга Кая Экхов, это родная сестра Стиана Экхова, известного биатлониста. Бронзовый призер чемпионата мира Эмиль Хэглис-Свенсен, полагаю, выглядит весомее других, ну, разве что вместе с призером чемпионатов мира Илмарсом Бритцесом из сборной команды Латвии, который на отметке 2 километра идет на третьем месте. Пока сейчас вступает 4 секунды Эмилю Хэглис-Свенсену. Японец Джинджинагаи, 26 лет ему и два промаха. Напоминаем, что вставных кругов здесь нет, спортсменам сразу прибавляется минута, либо две, либо три или пять, в зависимости от количества промахов. Это индивидуальная классическая гонка, и именно с этих гонок в свое время начинался биатлон. Официальная отметка 2 километра 400 метров. Эмиль Хэглис-Свенсен вырывается вперед, и если Кристиан Мартинелли немножко выигрывал у норвежского спортсмена, то сейчас к официальной отсечке все становится на свои места. Обрати внимание, 6,21 секунды, и уже 7,7. Кристиан Мартинелли проигрывает Эмилю Хэглис-Свенсену. А вот Илмарс Брицес уступает чуть больше итальянского спортсмена, проигрывает 11,8 секунды. 27-й стартовый номер – это Кирилл Васильев, представитель Болгарии. И уже теперь, через полторы минуты, на дистанцию отправится первый из россиян в сегодняшней гонке, за которой мы будем следить тщательно. Это Михаил Бочкин, мастер спорта международного класса, военнослужащий из Санкт-Петербурга. Космироич и Кутеров, его личные тренеры. Неоднократно выступал на турнирах в рамках Кубка Европы, чемпионатов Европы. Завоевывал там медали разных достоинств Михаил Кочкин. Был чемпионом России, призером чемпионата России. Ну, кстати, сейчас, практически в это же самое время, в Уфе и Перми проходят всероссийские соревнования. В Уфе мужские, в Перми женские, которые являются отборочными стартами к чемпионатам Европы. Это Кубка Европы и первенству мира. Так что юниоры талантливые и юниорки принимают также участие в этих соревнованиях. Затем мы увидим, в том числе и многих сильнейших спортсменов страны с 18 по 24 декабря в Ижевске на традиционных соревнованиях Ижевская винтовка. Так что не только в рамках Кубков мира кипит биатлонная жизнь, она еще вовсю и кипит в наших центрах. Уфа, Пермь и Ижевск. Там, где решается судьба для очень многих талантливых, молодых и, может быть, не самых молодых спортсменов, но которые собираются отстаивать честь страны на чемпионате Европы и на первенстве мира. Эмиль Хегли Свенсен. Справляется с нагрузкой ветра Эмиль Хегли Свенсен и с тем напряжением, но относительно Мартинелли, который пока является лидером и стрелял очень быстро, Эмиль Хегли Свенсен, если будет иметь преимущество, то крайне незначительный. Но тогда 3,9 секунды чуть хуже, нежели его показатели до отметки на рубеже. Не показали нам старт Михаила Кочкина. Следом за ним Сденек Витек, некогда биатлонист с именем, а сейчас старающийся это самое имя в биатлоне восстановить. Спортсмен из Чеки. Ну что ж, мы наблюдаем за тем, как раскручивается сегодняшняя гонка. И после первой стрельбы абсолютно лучший результат, равно как и в гонке пока до первого огневого рубежа у норвежца Эмиля Хегли Свенсена. Гронзовый призер чемпионата мира. Стреляет точно и быстро бежит. Но вплотную с ним Кристиан Мартинелли, чуть старше Эмиля Хегли Свенсена, спортсмен из Италии, но с достаточно молодой. 3,9 секунды итальянец норвежку проигрывает. Интересный сейчас момент был, покуда шла реклама. Показали маленький отрезок с прохождением Ади Бирнбахера, который стартовал в первой группе под номером 21, проходя мимо наших тренеров, дружно наставники российской команды в главе с Аликиным подбодрили немца. В общем, это и понятно, человек восстанавливается после травмы. Колено серьезно повредил только второй этап Кубка мира в следующем сезоне в активе. Анди Бирнбахер, поэтому мы тоже, конечно, искренне желаем ему удачи адаптироваться в немецкой сборной. Стреляет сейчас Кевен Бауэр, славянский спортсмен. Я хочу сказать вам о том, что Илморс Брицес, латыш, допустил один промах. И сразу же он откатывается на шестое место после первой стрельбы. Будет проигрывать 1 минуту в 14,2 секунды. У Бауэра один промах. И пока Иван Йоллер из сборной команды Швейцарии. К швейцарцам у нас отношения достаточно трепетные. Конечно, после той самой эстапеты, где сборная команда Швейцарии боролась за призовые места практически до самого последнего момента. И ничего плохого мы не можем сказать в адрес ни одного швейцарского спортсмена. Поэтому сейчас мы рассматриваем их в качестве темных лошадок. Йоллер идет седьмым пока до стрельбы 18,6 отставания. Рына Варан Вильямо. Мы ждем, когда же появится Михаил Кочкин на первой отсечке километровой. Именно он, кстати, является действующим чемпионом России на дистанции 20 километров. Победитель мажерской винтовки. Да, признают тренеры, что пока от Михаила тяжеловатый. Есть определенные проблемы со стрельбой также. Но именно в индивидуальной гонке, кстати, свои четыре единственных четыре зачетных очка в рамках мирового кубка набрал Михаил Кочкин, находящийся сейчас, не знаю, на 57-м, конечно, в скромном месте в генеральной классификации. Рене Лоран Вильямо на ваших экранах. Ну а пока на предварительной отметке 2 километра Бернбахер 6-й, 2,5 десяток. Проигрывает 3 секунды отставания от Кристиана Мартинелли, который пока на двух километровке является предварительным лидером. Весь 3 секунды уступает Александр Симон из сборной команды Белоруссии. 40-й номер это Олег Бережной. Сборная команда Украины. Пока особо ничем похвастаться украинские наши друзья не могут. 23-летний Олег Бережной вообще сейчас выходит на дистанцию фактически в качестве дебютанта нынешнего сезона. Ну а за ним через минуту будет стартовать Ханс Мартин Йодрем из сборной команды Норвегии. Биатланец, который запомнился нам очень хорошим спринтом с двумя ошибками на стойке. И Йодрем финишировал 12-м. Это совсем неплохо. Ну а это антибернбахер. И его стрельба на глазах Ульриха. Точен Бернбахер и сейчас он должен будет превзойти на несколько секунд, но превзойти показатели Эмиля Хегли-Свенсена. Анди Бернбахер серебряный призер чемпионата мира. Всего у него их 4 в активе. В свое время блестяще выступал по юниорам. И, кстати, выиграл немного совсем. Шесть десяток, но тем не менее выиграл. И, между прочим, в Ханты-Мансийске, когда в свое время, в 2001 году, проходил чемпионат мира среди юниоров. Предтеча уже большому чемпионату мира, который мы все помним. И вот там как раз Бернбахер выступил чрезвычайно ярко, завоевав три золотых медали. В спринте, преследовании и эстафетной гонке. Если мы прибавим еще успеху Ульриха на 2000-м году, так что он четырехкратный чемпион мира среди юниоров. Фруде Андрессен вновь появился в элите. Один из лидеров норвежского биатлона. Олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель семи наград чемпионата мира. У него еще две олимпийских медали. Серебряный и бронзовый Фруде Андрессен. Но он верен в себе. Практически отсутствие стрельбы, я бы сказал так. Три промаха. И сразу же Фруде Андрессен напоминает о себе, как о крайне нестабильном стрелке мирового биатлона. Михаил Кочкин начал блестяще. Лучший результат на двухкилометровке. Одну из семь десяток секунды. Михаил Кочкин выигрывает. Кристиано Мартинелли из сборной команды Италии. Но вот смотрите, сразу какое быстрое начало. И мы уже смотрим на официальную отметку. Два километра четыреста метров. А здесь все не так радужно у нас. И Михаил Кочкин, шестой. Составанием от Эмили Хегли Свенсона. Восемь и три десятых секунды. С Дэна Квитек проигрывает 12,9. Стрельба Александра Сымона. Сымон был призером. Тапок Кубка мира. Минчанин. Тридцать лет ему. Но в нынешнем сезоне пока никак себя обрести не может. Вот Александр не обретает он, судя по всему, себя и в стрельбе. Допускает два пробаха на первом огневом рубеже из положения лежа. Ни одного набранного очка в активе Александра Сымона. Конечно, явно не на такое начало сезона рассчитывал этот признанный и опытный белорусский мастер. Еще несколько лет назад мы говорили о нем как о дебютанте. Но сейчас, конечно, с позиции уже своих выступлений в элите он доказал, что может бороться и за медали чемпионатов планеты. До стрельбы Михаил Кочкин в 6,6 секунды. На ваших экранах Дэниэль Граф. Проигрывает Кочкин идет четвертым. А лучше всех разогнался Магнус Йонсон из сборной команды Швеции. 22 номер Магнус Йонсон. Также не имеющий пока зачетных баллов. Он не выступал в Кофтфильдсе, но видели мы его в Контеулафте. И он был на унывой 99-й позиции в индивидуальной гонке. А вот сейчас же все совсем по-другому. После первой стрельбы Йонсон также отработал блестящий свой огневой рубеж. Блестящий как и бежал. И он после первой стрельбы возглавляет предварительную таблицу результатов. На 6 секунд впереди Магнус Йонсон и Миле Хегли Свенсона. Так что будем внимательно наблюдать за 20-летним шведом. 22 номер. Еще вчерашний дебютант шведской команды, но он был на чемпионате мира. В 30-ку попал только в гонки преследования. А сейчас... 49 номер. В сегодняшней гонке отправляются на дистанцию Матиас Зимен. Сборная команда Швейцарии. Вот он уже имеет зачетные очки. Правда, на достаточно скромной позиции 46-й находится. Но индивидуалку в Контеулафте завершил в 20-ке сильнейших. Допустив три промаха. То есть все-таки достаточно неплохо бежать он способен. Александр Рус стартует. Партнер по золотой эстафете Миле Хегли Свенсона. А Свенсон-то сейчас начинает работу на второй стрельбе. Посмотрим прохождение его предварительное. 15 секунд относительно Мартинелли. Преимущество Свенсона. Виндикап есть для того, чтобы нормально постараться отработать второй рубеж. Но здесь их всего четыре. Вот Хальвард Ханевел. Норвежцев показывает. Это не случайно. Они набрали ход в нынешнем сезоне. Уже сейчас стартует вторая группа. Группа сильнейших. А мы видим, что Миль Хегли Свенсон по-прежнему на ноль работает. Вслед за Лешкой удалась и стойка к норвежскому спортсмену. И самое, что ни на есть, напряженная борьба развернулась между сборными Российской Федерации и Норвегии в зачете Кубка Наций. Эта гонка, данная индивидуальная, входит в зачет Нейшн Кап. Пока россияне впереди. За ними вплотную практически норвежцы, которые 30 очков сразу отыграли за победу в эстафетной гонке. Те получили 450 баллов на 420. 1663 очка у нас и 1618 у сборной Норвегии. Мы действующие обладатели малого кристального глобуса. Россиянки, кстати, идут на втором месте, уступая немкам. Но о стартовом листе российской женской команды мы вам сегодня еще расскажем. И вот сейчас спасибо бдитному редактору Наталье Ауловой, которая отследила блестящую на первом огневом рубеже стрельбу Михаила Кочкина. И он после первой стрельбы идет рядом с лидерами на четвертом месте. 7,9 секунды Михаил Кочкин проигрывает Магнусу Йонсену. Но пока положение дел. После первой стрельбы Йонсен первый. Плюс 6 секунд от него Свенсен и Бернбахер. Также Михаил Кочкин плюс 7,9. Итак, ведет борьбу российский спортсмен пока за предварительно высокие позиции. Ну а там дальше отметим, что ко второй стрельбе с одним промахом, но с очень хорошей скоростью подходит словенец Клемен Бауэр. Обратим и на это также внимание, потому что хозяева дома способны выступить хорошо. Дважды промахнулся Клемен Бауэр. Мы продолжаем наш репортаж. Я хочу сказать о том, что два промаха на втором огневом рубеже на стойке у Илмарса Брицеса. Идет он на девятом месте. Дальше мы будем смотреть за предварительным разгоном Михаила Кочкина. Вот сейчас, буквально минуту назад, на дистанцию ушел Иван Черезов. Второй из россиян сегодня. 55-й стартовый номер. Сразу за ним Шлезингер Рёш Пинтер Братсвин из Норвегии. Круглов номер 60-й. Иван Черезов, обладатель высшей награды гонки-преследования в Контео-Лахте, идет на третьем месте в генеральной классификации. Нам показывает сейчас Руна Братсвин из сборной команды Норвегии, которая стартовала. Очень будет любопытно, покажут ли старт Николая Круглова. Потому что стартовые метры Ивана Черезова остались за кадром. Если сегодня сборную команды Норвегии мы видели практически в полном составе, то пока совершенно не балуют нас славянские телевизионщики выступлениями российских спортсменов. А ведь Дмитрий Ярошенко идет вторым, например. Как вы знаете, в зачете Круглова показали, слава богу. Но так посетуешь, и вроде бы как и на космическом уровне коллеги слышат о том, что происходит у нас. Николай Круглов решили дать тренеру ему шанс. Конечно, в разобранном состоянии Николай сейчас пребывает, вот так теряя инвентарь. Отдельные спортсмены с рубежа уходят. Это Лоран Милермош из сборной команды Италии. Круглову решили дать возможность наставнике нашей сборной попробовать еще раз здесь, в индивидуальной гонке продышаться, посмотреть. Носительные стафеты пока рано говорить. Тем не менее, надеемся мы на скорейшее восстановление Николая. Ушел на дистанцию обладатель Кубки мира трехкратный олимпийский чемпион Михи Грайс. И Анди Бернбахер стреляет. Уже есть у него один промах. Предварительная шестикилометровая отметка. Магнус Льонсон там по-прежнему сильнейший. И Михаил Кочкин только что прошел 7,9 секунды проигрывает. Он Йонсену. Бернбахер там был лучшим. На подступах шестикилометровки. Но так они рядышком совсем с Йонсеном находятся. То один, то другой. 2-3 секунды буквально плюс-минус в одну сторону. Круто Андерсон готовится стрелять. В общем, на отметке 6 километров. Впереди Кочкина, Йонсон, Бернбахер, Свенсен и Мартинелли. 63-й стартовый номер это Карстен Пумп из сборной команды Германии. Ну а сейчас на ваших экранах стрельба Фруде Андерсена. Помотал, конечно, в Йонсен стартует Фруда Андерсена жизнь по свету. Он вообще, кстати говоря, родился не в Норвегии. Родился в Роттердаме, в Нидерландах. Также жил и в Кейптауне в Южной Африке, в Кении, в Нигерии. Так что, в общем, многое видел. Фруде Андерсон один пробан дохлестился. Для него вообще результат просто блестящий. Но мы сейчас посмотрим, что же нам показывает Михаил Кочкин на официальной. Теперь уже отметки 6 километров и 400 метров. 15,3 секунды. Абсолютно одинаковый результат с Кристианом Мартинелли. Отставание от Эмили Хегли Свенсена, который там лучший. Первый разгон. 2 километра 400 метров. Симон Фуркат. 4,6. Действительно, лучший выглядит Матиас Зимон из сборной команды Швейцарии. Йоргена Бринка опередил шведа. Старт у Ляйна Робьерн Даллена. Крухно. Теперь мы наблюдаем. Ну и дальше. Йорген Даллен лидер этого сезона. За ним Вячеслав Геркач. И 68 номер в минуте от Кули Айнера. Это будет весьма любопытным. Стартует Максим Чудов. В минуте от Митрия Рошенко. От Чудова, соответственно. Между Чудовым и Ярошенко Даниэль Мезотич и Даниэль Граф. На ваших экранах стрельба 47 номера сегодняшний год. Мезотич и Даниэль Граф начался не очень быстро и проигрывает уже теперь порядка 14-15 секунд спортсмены сборной команды в Германии. Был в десятке лучших на этапах Кубка Мира Даниэль Граф неоднократно. Но не более того. На Чемпионат Куир не выступал. В свое время выиграл две стопетные гонки в рамках юниорских чемпионатов планеты. Ну, пора бы, честно говоря, уже показывать какие-то достижения. 26 лет Даниэль Графу. Тем более, что уход четырехкратных олимпийских чемпионов Пишера и Гросса, конечно, подсобил тому в плане попадания в основной состав. Но пока все-таки без особых успехов. Ханевальд в стрельбище подходит с седьмым результатом. Уступает три секунды идущему на шестом месте Фуркаду. Матиас Зимон по-прежнему скоростью с Юргеном Бринком. До первой стрельбы они являются лучшими. Винсанде Фран на ваших экранах олимпийский чемпион, лидер. Зачета по программе индивидуальных гонок. Напередил тогда Хальварда Ханевалда, который был вторым. И не забудем, что бронзовая медаль в той гонке завоевал Максим Чудов. Ну а это Дмитрий Ярошенко, преследующий по пятаму Лейнера Бьерн-Даллина. И Ярошенко, и Бьерн-Даллина оторвались от всех остальных генеральной классификации. И вы слышите крики «Россия, Россия!» и «Дима, Дима», представитель Ханты-Мансийска. Валерий Захаров, Анатолий Русский, тренеры Дмитрия Ярошенко. Хальвард Ханевалд стреляет. И вновь я хочу восхититься, удивиться в какой-то степени терпению Дмитрия. Как долго ходил он в подающих надежды. И списывали тренеры со счетов его, в том числе и тренеры сборной команды, национальной. Но выступал отлично за второй эшелон. На различных отборочных турнирах за шестую дали и секунды. Не хватало Дмитрия Ярошенко, чтобы председовать на место в национальной команде. И вот дождался, стал чемпионом мира. Эмиль Кегли Свенсен, своя очередная стрельба. А Ханевальд уже проигрывает много. Несмотря на один промах, сразу меняется ситуация. Пока Эмиль Кегли Свенсен, стреляющий точно, 10 километров прошел с абсолютно лучшим результатом. 26 минуты от Мартинелли, который дважды промахнулся. И очередная стрельба, третья сегодняшней гонке Эмиль Кегли. Чрезвычайно достойно идет Свенсен. Чрезвычайно просто. Конечно, с таким ходом по дистанции он претендует на высокое место. В этом сомнений нет никаких. Но посмотрим, как еще поведет себя трасса здесь по клюке. 20 километров, несколько кругов преодолевают спортсмены. И всякий раз они уходят. Большой тягун, подъем. Один из самых нелюбимых пиатлонистами. Но с точки зрения, конечно, преодоления трудностей. Тяжелая трасса очень многим нравится на самом деле. Поэтому слово «нелюбимый» можно здесь взять в кавычки. А Михаил Кочкин, пока показывает стрельбу Чанга из Китая и Врвара, к сожалению, дважды ошибся на втором огневом рубеже. Стойка у Михаила не пошла. И сразу его отставание. 2.07 от Свенсена. А ведь ногами Кочкин, если проигрывает, то совсем чуть-чуть по ладому, но очень настырному бегунку из сборной команды Норвегии. Но что пока? Вне конкуренции Эмиль Кеглис-Венсен. Мы посмотрим там за разгоном отсечка 2 километра 400 метров наших спортсменов. 3,5. Иван Черезов уступает. Грайс 7,2. Десятое место. Кочкин там уже был 18-м. Пока лучше всех разогнался именно Иван Черезов. Николай Круглов, вот смотрите, по-прежнему никак не может. Поймать и кураж может быть прежде всего и самого себя, наверное, обрести. Только 34-й Коля. 22 секунды отставания на отметке 2 километра 400 метров. Но сейчас Иван Черезов. Его стрельба осталась за кадром. Но она была безукоризнена. Идущий третьим в общем зачете мирового кубка. Порадовал нас Иван Черезов. Пока он опережает Магнуса Йонсена на 3,7 секунды. Рёш промахивает за олимпийский чемпион из сборной команды Германии. Вспомним добрым сломом его отца Эберхарда, который был призером олимпийских игр, чемпионом мира. Но Олимпиаду-то так и не выиграл. Рёш-младший превзошел своего батю по таким мощным результатам. Ну а пока Черезов лучший после первой стрельбы. И ждем, когда же остальные россияне подойдут. Шлезингер сильно разогнался. Чех 7-8 от Черезова до подхода к стрельбищу. Потрясающе отработал Николай Круг. Круглов на первой стрельбе. Но проигрывать будет играй. С рядышком совсем с российским спортсменом стреляет Николай Круглов. Смотрим отставание российского спортсмена. Пока он проиграл Чангу. Нет, ногами не быстро. Более 23,9 секунды. Большой проигрыш. В них играйся. Мы видим, что уже здесь произошла смена лидера. Иван Черезов на вторую позицию. Был оттеснен Фридрихом Пинтером из сборной команды Австрии. 58-й номер Пинтер. Михаэль Грайс. Круглов 11-й. Это после первой стрельбы. 29-летний австрийский спортсмен Фридрих Пинтер. В нынешнем сезоне перед ним в кубке находится как раз Николай Круглов. А Пинтер здорово стартовал. Мы помним, что в тройке сильнейший даже находился в конте у Лахти. Был дважды седьмым, один раз десятым. И затем уже провал у него случился по Крильцине. Откатился на 12-е место в генеральной классификации. Ну, а сейчас Дмитрий Ярошенко. Мимо Аликина прошел 70-й номер. Посмотрим, что тут в начале. Пока наши кучно располагаются на двух километровке. Обратим внимание на стрельбу Алексея Чурина. А на двух километровке Чудов 6-й. Ярошенко 7-й через 8-й. Отставание от 1 до 3 секунд. И Алексей Чурин номер 64. Блестящая стрельба. Отличная работа Алексея Чурина. И вот сейчас он будет проигрывать совсем немного. Лидером Пинтеру Черезову по Йонсуну сейчас ведут. Не успеет, судя по всему, превзойти результат шведского спортсмена. Четвертый Алексей Чурин. Его отец Чурин личным тренером является вместе с известным тренером Алексеем Шадриным. Представитель центрального спортивного клуба армии. Ну а это Улианер Бьерндалин и стрельба лидера общего зачета Кубка Мира. Улианер Бьерндалин! Отправили высшие минуты! Начал Бьерндалин хорошо. Отработал на бирже блестящее. И сейчас 66-й номер. Ненамного, но все-таки опередит Пинтера. После первой стрельбы у нас будет смена лидера. Посмотрим, что Кочкин. На отметке 10,4 идет третьим. За Свенсеном и Бернбахером. Ну а тем временем Эмиль Хегли приближается и уже проходит отметку 14 километров 400 метров. И по-прежнему очень хорошие секунды демонстрируют спортсмены сборной команды Норвегии. Хочу сказать вам о том, что сегодня состоится еще и женская 15-километровая гонка. Состав «Россиян». Второй номер Оксана Неупокоева. 28-й Альбина Ахатова. Если примет участие в соревнованиях. Не домогала накануне Альбина. Наблюдаем за стрельбой Максима Чудова. Евгения Кравцова номер 37-й. Анисмо 50-й. Ольга Ихтирина Юрьева 66-й. Татьяна Моисеева 75-й. Наталья Гусева 79-й. Первый же выстрел не удачен. Чудова. Да, один промах. Все могло быть совсем по-другому. Сразу же минута прибавилась. И 26-я позиция. И то. Даже не 26-я. Цена одного промаха. Магнус Йонсон. Стреляет очень неровно, кстати. Один из предварительных лидеров сегодняшней гонки. Швед. Ноль на первом рубеже. Ноль на третьем. Но три промаха на стойке. Итак, после первой стрельбы. Вячеслав Геркач идет десятым. А это стрельба одного из лидеров мирового биатлона нынешнего года Дмитрия Ярошенко. Отходит Винсанго Франк. Стрельбище сразу за Ярошенко. Последний выстрел. Как же так? Вот и посмотрите, какая небрежность. Сделал паузу. Оглянулся. Что-то посмотрел. Дмитрий Ярошенко и промазал. Может быть, ветер. Неприятно сейчас осознавать, что даже один промах в этой гонке может оставить крест на амбициях быть на призовой позиции. Стрельба Винсана Дефрана безукоризнена. И последний выстрел точен. Посмотрите, он будет проигрывать совсем немного у Ляйна Рубьерн-Далину. Итак, после первой стрельбы у нас Лизочич, 15-й, плюс 25,7. Австрийца Винсан Дефран. Его результат четвертый. Пока после первой стрельбы у нас лучший Иван Черезов. Пожалуйста, запротоколируем. 5,4 секунды. Уступает Алексей Чурин. Идет на шестом месте. Тоже точная, ровная, быстрая стрельба и быстрый ход по дистанции. 11,3 секунды. Николай Круглов точно остреляв, но проигрывает почти 30 секунд. 28,1. Выступает Николай Круглов после первой стрельбы. Идем далее. Дмитрий Ярошенко и Максим Чудов. Практически в одно время бегут. Минута 8, отставание. Ярошенко, 32-й результат. И Максим Чудов, минута 10, 33-й. Но там эти спортсмены, как вы помните, на первой огневой позиции и не дожды промахнулись. Иван Черезов. На ваших экранах. Из Удмуртии, из Ижевска. Еще один военнослужащий, армеец ЦСКА. Два тренера также Чурин и Шадрин. Мы видим, что отец Виктор Чурин, Алексей Чурина воспитал ни одного члена сборной команды России. Есть талантливые тренеры, которые продолжают работать, готовить новых и новых чемпионов. А пока стрельба Ивана Черезова на стойке. Халенбартер один раз промахнулся. Но с Халенбартером все понятно. Покажите одного из лидеров, как стреляет Пелотона. Словенские друзья. Ау! Очень странно. Вообще взяли и убрали картинку. Зато любуемся 74-м номером из сборной команды Швейцарии, которая 47-й после этой стрельбы. Ждем уже теперь тогда отметки в компьютере. Вообще большие молодцы, конечно, наши коллеги из Словении с таким показом, честно говоря. Так, Черезов. Два промаха. Вот посмотрите, что происходит. Два промаха, увы. Минута 37,4. Сразу отбрасывает. Некутычная стрельба. Ивана Черезова на пятое место. Минута 37,4. Отставание. Все-таки пока мы видим неровную стрельбу российской команды. Шлезингер. 56-й номер. Стефик Чехии. Раз промахивается, а идет-то достаточно быстро. Призер чемпионата мира Шлезингер. Мы помним его вице-чемпионство спринти и бронзовую награду в гонке преследования. Но пока никак не может вернуть себя повыше к элите турнирной таблицы. Михаил Шлезингер идет только 28-м в общем зачете мирового кубка. Но здесь пока незыблемо после второй стрельбы позиции умели Хегли Свенсена. Ну а Эмиль Хегли Свенсен блестяще отработал и на четвертой огневой позиции. И уже теперь просто во все паруса дует ему попутный ветер. Эмиль Хегли Свенсен претендует сегодня, в том числе даже и на победу. Точная стрельба на всех без исключения огневых рубежах. И под 10-м номером он опережает намного всех остальных. Посмотрим, что Бьерн Даллен пока. Бьерн Даллен бьется и конечно он сделает все возможное, чтобы отобрать умели Хегли Свенсена пальму первенства. Но пока это самое место под солнцем и под пальмой принадлежит молодому норвежскому спортсмену Эмилю Хегли Свенсену. Флемен Бауэр из сборной команды Словении. Ну естественно нужно отдать должное членам национальной сборной команды Словении. И каждый кулик в данной ситуации показывает свое болото. Много промахнулся Бауэр, но на последнем рубеже сбежал и отстрелял точно. Ну а мы посмотрим там по отсечкам. У Леонар Бьерн Даллен на 6-ти километровке. 6,4 если быть совсем уж точно. Первый результат и 5,5 ему проигрывает Иван Черезов. Вот смотрите, Иван тут практически Бьерн Далленом. Ногами-то в одни секунды. И стрельба Николая Круглова на второй отсечке. Стрелковый в данной ситуации. И Грайса на сне. Грайса пробах. Надежда Николая только на хорошую стрельбу. Куда это пара ветра. Вы смотрите, внулся, колышется и крайне трудно целиться. Решил не рисковать. Грайса один промах, по-моему. И промахивается Круглов. Грайса два промаха. Конечно, здесь разбивается дыхание и сердцебиение становится реже. Организм восстанавливается. И уже удары сердца могут мешать на пульсе 140. Стрелять-то нужно на фазе недовосстановления. На пульсе 160. Так плюс-минус. У кого-то больше, у кого-то чуть меньше. На пульсе 170. Потому что частые удары сердца, они не мешают вести прицельный огонь. А вот когда уже человек стоит много на огневом рубеже. Это касается стрельбы из положения стоя. Здесь уже возможны неадекватные реакции, конечно, на сердцебиение. Неадекватные реакции организма в данной ситуации. Стрельба Алексея Чурина. Один раз промахивается Алексей. Один промах у Алексея Чурина. Чуть-чуть не хватает всякий раз. Чуть-чуть. Необязательные совершенно ошибки в той гонке, когда физически мы можем рассчитывать на победу в том числе. Берн Даллен промахивается один раз. Один промах у Лайнера Берн Даллен. Ну что, пока Миккей Глиссвенсен. Он преодолел 18-ти километровый отрезок. Двадцатку бегут, напоминаю, мужчины в сегодняшней гонке. И является абсолютным лидером. Там люди в начале пилотона промахнулись по 6-7 раз. Собер Мартинелли отобрал у стила японец Нагаи. И вот уже финиширует первый из участников. Боберт Лек из сборной Канады. И совсем скоро финиширует вот этот самый молодой человек из сборной команды Норвегии. Эмиль Кеглисвенсен приближается к отметке 18-ти четыре десятых километра. Он студент Лилихаммерского университета. Выступает за клубы с Тронхейма. Его личные тренеры Килюве Офтедаль хорошо знакомы нам. И еще стрельбой с ним занимается многолетний наставник Берн Даллена Юар Химли. Так что не случайно вот такие успехи спортсмены. Максим Чудов. Вторая стрельба. Вновь промах. Спортсмены из Уфы. Знаю, как трепетно два промаха у Максима Чудова. Реагируют руководители на местах. Еще раз хочу подчеркнуть, что Максим Чудов выступает за Большкортостан и персонально за Уфу. Ну и, кстати, хочу обратиться сейчас к тем, кто радеет за своих спортсменов, представительных спорткомитетов. Вот передо мной официальный документ список членов сборной команды РФ по биатлону на сезон 2007-2008, который был утвержден замом Вячеслава Петисова Сергеем Королем и вице-президентом ОКР Владимиром Васиным. И позвольте уж, буду комментировать с точки зрения того, что указано как раз именно в этом справочнике. Потому что уже раздаются звонки с мест о том, что спортсмены выступают за те или иные регионы. Давайте мы сначала будем утверждать официальные документы, дамы и господа, отправлять их в Росспорт, в СБР, в Олимпийский комитет. И уже вот сейчас можем воспользоваться этой паузой. А дальше, после того, как будут стоять уже все необходимые печати, тогда уже мы будем реагировать на те или иные замечания на местах. Во всяком случае, в этих документах написано, что скажут, что Максим Чудов выступает за Большкортостан и Уфу, Алексей Чурин, например, за Утмурскую республику и жест. У нас так получается уже, что просто как в случае с Ленинским привном, который несли несколько тысяч человек, как только спортсмен начинает показывать какие-то результаты, те регионы, которые зачастую поддержки не оказывали, вдруг вспоминают, что когда-то он был причастен именно к нам. Ну, надо внимательнее относиться, дамы и господа, к нужным спортсменам. И помогать им готовить к результатам, даже когда еще, может быть, до этих самых результатов далековато. В этом смысле хочется сказать огромное спасибо, скажем, Культе-Мансийску за Дмитрия Ярошенко. Потому что приняли, обеспечили всем необходимым. И человек, пожалуйста, лидер сборной команды России. Мы продолжаем наш репортаж Паплюка. Третий этап Кубка мира по биатлону. Хальвард Ханеволт работает. Работает для телезрителей сейчас в холостую. Это понятно, кстати, можно объяснить, что Семиль Кегли Свенсен готовится финишировать. Абсолютно лучший результат в сегодняшней гонке. Я думаю, что долго таковым и будет результат Свенсена. Ристу предположит, что он уже призер наших соревнований. А может быть, даже и чемпион. Посмотрим, кто бросит эту самую перчатку. Ханеволт. Три промаха много, 12 результат. В общем, даже если, наверное, по одному и два раза будут промахиваться, скажем, российские спортсмены, у которых не все клеится на огневых позициях, то можно рассчитывать на результаты в призах. А почему нет-то? Кален Партер. Спортсмены сборной команды Швейцарии. Так, у нас минут 15 назад ушел на дистанцию под 85-м номером Андрей Макови. Пока хочу сказать, что Андрей Маковеев начал традиционно быстро. Два километра. Третье время за Фуркадом и Эдером из сборной Австрии. Официальная отметка. Два километра 400 метров. Андрей Маковеев идет на четвертом месте и даже опережает Ивана Черезова. 75-й стартовый номер Андрей Маковеев уже призер этапа Мирового кубка. Многократный победитель соревнований в рамках Всемирной универсиады выступает за Тюменскую область. Вообще мне, честно говоря, непонятна ревность региональных спортивных властей, когда мы упоминаем, скажем, село Михайловку применительно к Чудову или, например, город Тобольск применительно к Тюменской области. Ощущение такое, будто эти небольшие или большие города находятся в каких-то других регионах. Давайте мы будем все-таки учитывать, дамы и господа, что спортсмены выступают здесь за Российскую Федерацию. И вот такая ревность непонятная со стороны руководителей, скажем, областного масштаба к городам, которые находятся в областном подчинении, мне, как комментатору Федерального канала, в общем, непонятно. Все мы представляем Российскую Федерацию, в конце концов. И, естественно, региональное подчинение, безусловно, важный фактор. Но давайте проявлять какую-то широту нашей российской души для того, чтобы не ревновать в мелочах. Потому что у нас же, конечно, начинается просто непонятные мне вещи происходить, когда... Вплоть до того, что не рекомендуется упоминать, что спортсмены, скажем, из того или иного региона, из села, деревни или города. Но давайте будем все-таки здесь здравомыслящими людьми. Уважаемые там зимы. После второй стрельбы, тем временем, у нас смена лидера. Эмили Хегли Свенсона с успехом атаковал на этом отрезке Александр Вольф. Эмили Хегли Свенсон проигрывает 2,2 секунды. Немного, но тем не менее уступаем. Но нам остается дождаться стрельбы Маковеева. Андрей Маковеев. Один промах, к сожалению. 42-й результат после первой стрельбы. Климен Бауэр финишировал. Минута 0,4. 42-ое место Андрея Маковеева. Пока один промах. Итак, Александр Вольф на первой позиции. 76-й номер сегодняшней гонки. Немецкий спортсмен, который этот сезон начал ни шатка, ни валка. Вот посмотрите, за десяткой лучших после стрельбы. Стоя. Александру Вольфу 28 лет. Участвовал на Олимпийских играх на чемпионат мира. Вывозили его. Но результаты достаточно скромные у этого спортсмена. Скромные они в нынешнем сезоне, когда он всего лишь один единственный раз попал в зачетную зону Кубка мира. Стартовав в 43-м в спринтерской гонке, в гонке преследований, Александр Вольф финишировал 21-м. Динамика положительная, но пока не более того. Роне Братсвин, 23-летний норвежец, дебютант норвежской сборной. Он был великолепен в конкурсахте в спринте 9-м, в пассюте 5-м. Но чуть позже выступил на соревнованиях в Кокфильцине и не попал в состав эстафетной четверки, которая стала победителем. Ну а Михиграйс тем временем на третьей своей стрельбе и на второй лёжке уже промахивается. Ленсандо Фран на 10-километровке идет пятым. 56,9 секунды проигрывает Михиграйс. Два промаха на третьей стрельбе. Никак пока не получается работа у Михиграйса. Николай Круглов, напомню. После второй стрельбы у него был один промах. Сейчас Круглов на отметке 10,4 километра. 17-й результат. Две минуты он проиграл. То есть ногами уже минуту проиграл имеликолепен. Николай Круглов. Ждем, когда же подойдет к 10-километровому отрезку Александр Вольф. Анди Бернбахер. Третий результат пока. Только по большому счету подходящему к пику своей формы немецкому спортсмену. И Ули Айнар Берндален. Третья стрельба норвежского мастера. Светсон хорош в сегодняшней гонке. И не то, что не проигрывает, а даже выигрывает у Бернбахер. Пятикратный олимпийский чемпион. Девятикратный чемпион мира. Обладатель 7 серебряных и 8 бронзовых наград мировых чемпионатов. Ули Айнар Берндален. Но еще у него ведь 3 серебра и 1 олимпийская бронза. Не забудем и про это. Вновь один промах у Берндалена. Дебют Берндалена. Страшно вспомнить был, когда в элите, кстати. Два промах у Берндалена. В 93-м году в Гонтео Лахте был 29-м. Именно как раз в классической гонке. Но в данном случае классически непримителен к стилю передвижения на лыжах. А учитывая биатлонную классику в индивидуалке тогда, Берндален 14 лет назад начинал. Итак, Ули Айнар Берндален в этой гонке не превзойдет. Уже, наверное, можно смело говорить об этом. Результат Эмили Кегли Свенсона. А кто превзойдет? Пока есть Вольф, который пытается атаковать результат Эмили Кегли Свенсона. Но это будет зависеть от хорошей стрельбы Александра Вольфа. Пока на отметке 10,4 километра немецкий спортсмен Александр Вольф выигрывает у Эмили Кегли Свенсона 9,3 секунды. 9,3 секунды разделяет Александр Вольфу от Свенсона, но нужно еще Вольфу дважды отработать на окневых рубежах. Третья стрельба и Ярошенко на ваших экранах промахиваются российские спортсмены. К сожалению, у Ярошенко уже 4 промаха в сегодняшней гонке. Видно, что не получается совладать с теми условиями, которые предлагает сегодняшняя гонка. Винсан де Фран. Винсан де Фран промахивается. Так, после третьей стрельбы Михаил Реш с одним пробоком идет на третьем месте. По-прежнему незыблемой позиции Эмили Кегли Свенсона, но это после третьей стрельбы. Ждем, когда подойдет Александр Вольф на отметке 10,4 километра. Две секунды он выиграл у Свенсона. То есть идет западение скорости Александра Вольфа. За полкилометра разбазарил практически он свое превосходство, которое имел над Эмили Кегли Свенсоном. И вот только-только Александр Вольф прошел контрольный участок перед стрельбищем. И выигрывает у Эмили Кегли Свенсона секунду и четыре десятых. Томаш Голубец из сборной команды Чехии. Минута 59 отставания с одним промахом. 18 результат. Это из тех спортсменов, кто только-только в двадцатке сильнейших появляется. Марк Матяско, словацкий мастер биатлона. Первые и последние рубежи с оговорками. Но в целом результат совсем неплохой. Девятый пока. Сдэна Квитек финишировал четвертым. Но, надеюсь, стрельбу Вольф-то нам должны показать сейчас. По крайней мере, он уже должен быть на огневом рубеже. Михаил Кочкин финишировал. Пять промахов. 5,43,6 от Эмили Кегли Свенсона. Девятое время дня. Предварительное. Это на финише. Где первый пока Эмиль Кегли Свенсон. Почти три минуты Свенсон выигрывает. У канадца Робина Клега. 2,47, 2,50. Бирнбахер. Канадец дважды промахнулся. Немец трижды. Сдэна Квитек идет четвертым. С тремя промахами. Доминик Ландертингер из сборной команды Австрии. Четыре промаха. И пятый результат. Бауэр шестой. Йоллер седьмой. Фрунд Андерсон восьмой. Семь промахов. Но мы не удивлены. И пять промахов у Михаила Кочкина. Он идет пока на девятом месте. Ну а пока китаец Чанг номер пятьдесят четвертый. И ждем, как же отработает Вольф. Холенбартер точно отстрелял на третьем огневом участке. Идет пятнадцатым швейцарец. Две двадцать две уступает. Нет счастья. Чанга было близко. Но не судьба, видимо. Видим, после четвертой стрельбы пока Иван Черезов. Тоже пять промахов. Три сорок одна и четыре десятых секунды. Ну что, в сборной команде России вновь, как и на предыдущем этапе, есть определенные проблемы со стрельбой. Сегодня у многих проблемы со стрельбой. Это связано, конечно, с погодой. Но Эмиль Хегли Свенсен, ну или, может быть, где-то матушка стихии чуть помогла. Но, пожалуйста, Александр Вольф после третьей стрельбы словно и не было немецкого спортсмена. Бойкот ему объявили. Не показали стрельбу Вольфа. А ведь он идет лидером. И не просто идет лидером, а опережая на 13 секунд Эмиля Хегли Свенсена. Но все-таки мы помним о том, что время Александра Вольфа по ходу относительно норвежца не было самым лучшим. Вернее, было, но с оговорками. С оговорками, потому что 9 секунд сначала было превосходство, затем было превосходство порядка секунды с небольшим. То есть мы вправе ожидать, что те 13 секунд достаточно быстро испарятся. Но в любом случае это преимущество. Достаточно солидно. Единственный сегодняшний в гонке, кто может поколебать устойчивые позиции Эмиля Хегли Свенсена на финише, то Александр Вольф. Ну а пока после третьей стрельбы у Ивана Черезова было три промаха. Он был вместе с Кругловым на 11-12 позициях. У Круглова один, у Черезова три. Две минуты с лишним отставания. После четвертой стрельбы Иван Черезов дважды ошибся. И пять промахов у Ивана. И те же пять промахов у Михаила Кочкина. То есть пока вот эта индивидуальная гонка не складывается у спортсменов сборной команды нашей страны. К сожалению, пока не складывается. И прежде всего не складывается, увы, со стрельбой. Потому что ногами наши великолепны. Тот же Кочкин проиграл Свенсену 40 секунд по дистанции. Порядка 40 секунд. Нормально. После четвертой стрельбы, посмотрите, здесь даже никого в десятке нет сильнейших, к сожалению, из российских спортсменов. Рёш, Пинтер. Третьи, четвертые места. Шлезингер. Десятый. После четвертой стрельбы только-только появился и сразу на одиннадцатую позицию отправил Ивана Черезова. Гораздо лучше стреляющий чешский спортсмен, нежели Черезов. Словенец Брвар. Тридцать второй номер финишировал. Двадцать второй результат. Унылый. Ну, во всяком случае, наверное, для Брвара не такой уж он унылый, а с точки зрения мировых пятломных страстей. Затерялся у нас Маковеев. А это стрельба Николая Круглова. В числе лидеров российский спортсмен находится сейчас. И если не быстро ногами, как остальные россияне, по крайней мере, весьма точен с одним промахом на огневых рубежах. Туле у стрельбища погоды ждет Николай. Бегут секунды, пытается переждать пары ветра. И уже есть один пробок. Но правда, по практике мы наблюдаем, пережидают биатлонисты. И за редким исключением это не помогает, к сожалению. Потому что ветер как дует, так и продолжает дуть. Ну, а дальше уже сердцебиение, мандраж и так далее. И жаль, конечно, Николая Круглова в этой ситуации. Три пробаха меньше, чем у иных российских спортсменов. Но результат его будет сегодня не самым выдающимся. Тринадцатое время после четвертой стрельбы. У Микали Грайса сегодня тоже пять пробоков, пять секунд. Ну что, друзья, я хочу сказать, что в любом случае мы говорим о кубковых соревнованиях, как о важнейшей составляющей мирового биатлона. Мы говорим о том, как они престижные, но прекрасно понимая при этом. Главный старт сезона – это чемпионат мира. Стипендии спортсмены получают. Президентскую стипендию. Именно по итогам чемпионатов мира. Можешь на год быть обеспечен достаточно солидными денежными вливаниями. Ну, а здесь, конечно, здесь тоже солидные призовые. Тысячи евро счет идет именно о них. Ну, а Уляйнер Бьерн Даллин на четвертой стрельбе пытается быть точным. Еще два выстрела осталось у великого норвежца. Тоже долго выцеливает. Последний выстрел Сикора на позиции. Заставляет всех нас полноваться Уляйнер Бьерн Даллин. Не попал. Еще один промок. Всего их будет четыре. Итак, после третьей стрельбы у нас был лидером Александр Вольф. Посмотрим его четвертый круг. Десять и шесть десяток он выигрывает. На отметке четырнадцать километров. У Эмиля Хегли Свенсена. Бьерн Даллин. После четвертой стрельбы во втором десятке пока находится. Симон Эдер из сборной команды Австрии идет на седьмом месте. На отметке четырнадцать и четыре десятых километра. Куда пожалует буквально через несколько секунд. Лидер сегодняшней гонки Александр Вольф. Эмиля Хегли Свенсен или Александр Вольф. Пока именно так мы формулируем претендентов на биатлонный престол в сегодняшней гонке. Ярошенко. Дмитрий Ярошенко. Семидесятый номер. Не безгрешен он сегодня на дневных позициях. Посмотрим за очередной стрельбой российского спортсмена. Ну что могу сказать. Вольф конечно заслуживает того, что вы показали безусловно. Но уже выигрывает он одну секунду. Всего лишь секунду вы видели на официальной отметке 14 километров. У Ярошенко вновь один промах. Ребятки, что ж вы творите? Четвертая стрельба. Пять промахов. Сразу целая группа российских спортсменов. Пять промахов никуда не годится. В лидуальной гонке для сборной России. Очень серьезно нужно работать сейчас на стрельбой сборной команды нашей страны. Стихия, стихия. Ветер ветром. Конечно, но умение реагировать на эту ситуацию, умение делать поправки это тоже важно. Вот сейчас сложно переоценить значение в этой связи данных этапов мирового кубка, потому что здесь нужно как раз внести необходимые коррективы, чтобы уже в Эстерсунде на чемпионате мира радовали наши молодцы нас хорошими результатами. От стрельбы будет зависеть очень многое в непростых шведских условиях. И станут ли молодцы молодцами по итогам этого чемпионата планеты, который уже не за горами в феврале. Это мы узнаем. Эстерсунде Франц, четвертая стрельба, три промаха. Все много промахиваются сегодня. Точно стреляли вот на финише числа тех спортсменов, которые подошли. Это Эмиль Хегли Свенсен и Олег Бережной. Но Бережной так много проиграл в гонке, почти две минуты. Хальвард Ханнелл, то у него тоже три промаха. Но, наверное, по ходу сегодняшней гонки, три промаха, это самый настоящий гроссмейстерский результат. Михаил Кочкин с пятью промахами двенадцатый пока. Впереди Даниэль Граф, четыре промаха, восьмое место. Маттия Кола из сборной команды Италии. Четыре промаха, десятая позиция. И ждем, когда же будут тихонько финишировать остальные россияне. Винсандер Фран. Шестой результат. После четвертой стрельбы Эдер. Обратим внимание на 72-го номера австрийской команды, потому что он ведет борьбу за высокие места сегодня. Двадцати четырехлетний, молодой совсем, Симон Эдер. Очень хорошо контил Лаптюн отработал, мы помним, индивидуалка. Одиннадцатое место, спринт девятнадцатое, преследование двенадцатый. Отличные показатели для двадцати четырехлетнего спортсмена и двадцать первое место. Иван Черезов, седьмой на финише. Иван Черезов, седьмой и пять промахов. Три сорок одна отставания от Эмилия Хегли Свенсена. То есть вы можете себе представить, стреляй точно, намного быстрее Ваня, нежели спортсмены сборной команды Норвегии. Но, что уж теперь. Пять промахов. Кочкин пятнадцатый Черезов седьмой на финише. И напоминаю, пока вообще-то норвежские спортсмены только усилили Свенсена. Впереди находятся, там Берн Даллин тоже, в общем, немного проигрывает. Так что посмотрим, как то там дальше сложится в зачете престижного Кубка Наций. Сегодняшняя гонка считается по этой программе. Пока россияне впереди. Действующие обладатели трофея. 1663 балла. 1618 очков у сборной команды Норвегии. Еще раз хочу сказать вам о том, что сегодня еще и женская гонка. В состав российских спортсменок, скажу выше, ибо стреляет Александр Вольф. Претендент на победу в том числе. Но уже не претендент. Лишает сам себя Александр Вольф возможности претендовать на результат Эмиля Хегли Свенсена. Ну а Свенсен, судя по всему и по тем предварительным раскладам, которые мы имеем, близок к тому, что мы второй раз подряд быть на первой ступеньке пьедестала. Потому что мы не забудем, как блестящий боролся с Ханневальдом, с Берн Далленом и с Александром Узом в составе норвежской команды со всеми остальными. Эмиль Хегли Свенсен в эстафете, где и победил. Эмиль Хегли Свенсен 27 место. В зачете Бубка Мир. Он пропустил этап Контю Лахти. Тогда в команду не попадал. Затем был 13-12. Достаточно скромный, но удобоваримый. Тем не менее, для дебютанта позиции. Вот сейчас Свенсен безоговорочно первый. И, кстати, я хочу сказать, что пока второй Олег Бережной. Минута 56 точно стрелявший украинский спортсмен, не имеющий зачетных очков в нынешнем сезоне. Фридрих Пинтер третьим финишировал на финише результат 2.07 отставания. Михаил Рёш четвертый. И все это нам говорит о том, что будут дальше отодвигаться от восьмерки сильнейших. Как и Черезов, и Михаил Кочкин. Михаил Рёш четвертый. Два промаха у Рёча. Только Свенсен и Березной. И числа тех, кто финишировали, промахнулись. Или не промахнулись. В клубе Зеро в сегодняшней гонке они состоят. И даже у Великого Леонера Бьерн-Даллина в сегодняшней гонке не сильно получается. Но прежде всего с точки зрения стрельбы. Идет спокойно, понимая, что рассчитывать на высокий результат, не приходится Бьерн-Даллину на отметке 18.4 километра. Лидер генеральной классификации, безусловно, сохранит эту позицию, конечно, идет на 13-м месте. Четыре промаха, 3.51.8. Но, наверное, все-таки мы вправе говорить о лотерее. Наверное. Ведь только два спортсмена не промахнулись. Все остальные промахивались. С другой стороны, Пинтер, Рёш, Клег, 3.2 промаха. У того же Витека Ханевальда 3 промаха. У нас у основных спортсменов по 5 промах. Лотерея, лотерея. Но по-прежнему мы обращаем внимание на проблемы российской сборной команды в стрельбе. Но в любом случае работаем над этим, конечно, работают тренеры. И надеемся, что этот этап в этом смысле в плане исправления ошибок тоже будет во многом ключевым. Потому что дальше Оберхоф, Рупольдин, Канхольц. Заключительные три соревнования в преддверии чемпионата мира. Это золотая серия, это престижные ночные гонки. Вечерние при свете фонарей, софитов. Штефан из сборной команды Германии. Есть в случае неоднократный причем чемпион мира среди генеоров. Хочу, кстати, обратить на тот факт, уважаемые друзья, что у нас по-прежнему есть проблема. Это касается не только биатлона, но и всего спорта в частности. Переходного возраста спортсменов из юниоров во взрослые команды. И, конечно, здесь важно как-то пытаться изыскивать дополнительное финансирование. Я понимаю, что бюджет Росспорта, бюджет государства и бюджет регионов не резиновый. Но, тем не менее, потому что только талантливые люди, вот такие, может быть, как этот немец, которым только что видели на экранах, могут из юниорского возраста сразу перейти во взрослую команду и там адаптироваться и начать показывать результаты на уровне даже красной группы. А в основном в циклических видах 2-3 года спортсмену нужно на адаптацию. Многие заканчивают заниматься в этот момент. Я вот, например, смотрю на результаты наших спортсменов на юниорских чемпионатах мира по биатлону. И далеко не все, кто побеждал последние годы на чемпионатах мира, даже остались в команде Б, не говоря уже про команду А. Но, впрочем, это касается не только сборной команды России. У нас были мегачемпионы из других коллективов. Сверхбергдома Словении побеждал аж трижды. Фабиан Мунте сборной Германии трижды. Фокфитс не в 2000-м побеждал. И тоже мы их не видим в биатлонной когорте сильнейших. Улианер Бьерн Даллен на финише. Тринадцатое время. Четыре промаха. Только лишь тринадцатое время. Шестьдесят шестое. Стартовое место было у Бьерн Даллена. Тринадцатое на финише. Карстенфум финишировал четырьмя промахами. Семнадцатым. Сикора десятом. Кочкин уже двадцать шестой. И скорее всего, конечно, его вытеснят из кубковой тридцатки. Михаил Грайс. Пять промахов. Двадцать первый результат. Да, наверное. Наверное, опять говорим о неожиданности. Потому что в пятерке сильнейших у нас это бережно. Это Питер. Но Питер не такая неожиданность. Он был в порядке. Робин Клек из сборной команды Канады. Он вообще первым стартовал. И пока вы видите, вот она, десятка сильнейших, где россиян нет. А Робин Клек близок к тому, чтобы показать абсолютно лучший результат. Не только, может быть, даже в нынешнем сезоне, но и в своей карьере в частности. Стартовые номера имели преимущество. Но это понятно, лыжня уже достаточно разбита. Сейчас пока 72-й номер. Симон Эдер из сборной команды Австрии. Он замыкал как раз вторую красную группу. Приближается к финишу. Из новеньких напоминаю Томаш Сикора. Берн Даллен Пумп. В десятке только Сикора. Дмитрий Ярошенко. Пять пробоков. Семнадцатое время дня. 4,24,3. Пока не клеится у россиян. Но я думаю, что ничего страшного. В любом случае не заладила стрельба. Сейчас, в общем, сетовать на то, что сборная команда России провалила эту недельную гонку, конечно, мы не станем. Понятное дело, шараханье не красят никого. Пожелаем ребятам удачи. Желаем, чтобы к спринту и к эстафете все пришло в норму. Я не сомневаюсь, что именно так и будет. Это спорт. Новые имена увидели. Посмотрели на новеньких. Александр Вольф. Финиш умчатся спортсмены. Но и здесь обладатель красного лидерского БИБа Малого Кубка Мира по программе индивидуальных гонок. Высокий результат, самый высокий, я имею в виду, не покажет. Результат канадца превзойден, но не более того. Винсанды Франк пятый, что совсем неплохо в борьбе за продолжение лидировать, собственно говоря, в индивидуальный пункт. И ждем. Александр Вольф. Это Роман Достал. Король плохой погоды. Мы помним, как удача ему улыбнулась два года назад на чемпионате мира. Попадет в четвертой стрельбе. Но проигрыш относительно даже Сденека Витека сейчас будет. Два промаха на второй и третий огневых позициях у Романа Достала. И экс-чемпион мира из сборной команды Чехии сегодня рассчитывать на что-либо серьезное не будет. Но мы пока проанализируем результат россиян на финише. Ближайший из наших, десятки сильнейших. Иван Черезов. Одиннадцатый. Пять промахов. Три и сорок одна секунда отставания от лидера. Круглов за Берндальным. Круглов пятнадцатый. Три промаха и четыре секунды. Круглов меньше других промахнулся, пожалуй, из россиян. Но мы знаем, что физически не очень хорошо пока готов. По-прежнему Николай Круглов. Дмитрий Ярошенко семнадцатым финишировал. Пять промахов. Четыре двадцать четыре. Отставание. Вячеслав Деркач из сборной команды Украины. Рядом с Ярошенко восемнадцатый. Мезучич двадцать девятым финишировал. Отправив на тридцатую позицию Михаила Кочкина. Максим Чудов. Башкортостан Уфа. Тридцать четвертый. Шесть промахов у Максима. Один, два, один, два. Стоя стрелял хуже, нежели лежа Максим Чудов. Кочкин тридцатый. Чудов тридцать четвертый на финиш. Алексей Чурин. Семь промахов. Самая плохая работа у Чурина на огневой позиции был третий огневой рубеж. Когда четырежда он пробахнулся. Семь промахов у Чурина. Сорок седьмое место. Семь пятьдесят девять и семь десятых. Ну и пока все. На финише Александр Вольф. Претендент, конечно. Может быть на то, чтобы подвинуть с третьей позиции Пинтера. Ну а Пинтер, который в нынешнем сезоне уже был на подступах призовой позиции, может... Нет, уже не может. Александр Вольф. Второе место у Александра Вольфа, с чем мы поздравляем. Трудно ему приходилось, конечно, и это результат выдающийся. Все-таки начало сезона не задалось. Итак, пока лучший из россиян в сегодняшней гонке Иван Черезов. Четырнадцатый результат нам показывает победитель Аймеля Хегли Свенсона из сборной команды Нармегии. Ну а мы сейчас имеем возможность пообщаться с наставником наших мужчин, олимпийским чемпионом Владимиром Аликиным, для того, чтобы подвести итог сегодняшней не совсем удачной, увы, для российских спортсменов гонки. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Чем вы можете объяснить, ну, главным образом, конечно, неудачную стрельбу ваших подопечек? Да, действительно, сегодня ребята немножко не справились со стрельбой. Сами видите, ветер такой порывный, рвется с лаги, но некоторые спортсмены не справляются со стрельбой. Ну, чего будем разговаривать с ребятами? Вот так, в принципе, ногами они шли нормально, хорошие хода показали. Ну, действительно, еще не справились со стрельбой. Будем надеяться на стрельб, потому что ноги нормально против сагальских команд. Вы видели, что физически команда готова. Владимир Александрович, скажите, вот сейчас, если анализировать общую форму ваших подопечных, насколько вы довольны тем, что происходит? Не, ну, я считаю, что ребята в хорошей форме. Ну, сегодня просто я один из сильных самых неудачных стартов наших на этих этапах мира. Ну, гонка есть гонка, что там говорить нам. Даже не на... Чурин четыре сцена, действительно, это не его стрельба. Там ваня тянет, это сорок стрелок. Ну, видимо, попали в порыв. Я, по-моему, на трассе не видел. Сейчас с Андреем Александровичем Гебрала будем разговаривать и с ребятами вечером. Ну, что ж, Владимир Александрович, передавайте огромный привет ребятам. Конечно, мы не будем расстраиваться и верим, что вы, веренная вам команда, тренерский штаб, конечно, сделаете необходимые выводы для того, чтобы уже дальше подготовить сборную к спринтерским стартам, которые здесь состоятся уже через день. Хочу сказать, что не потерял под занавес нашей сегодняшней трансляции шансы выступить на новогодних этапах Сергей Рожков. Он будет выступать на ижевской винтовке. Если там выполнят правила отбора, то, я не сомневаюсь, увидим мы еще в составе национальной сборной капитана россиян. Ну, а дальше нас ждут старты женских дистанций 15 километров. Оксана Неупокоева, Альбина Ахатова, Евгения Крабцова, Ольга Анисимова, Екатерина Юрьева, Татьяна Моисеева и Наталья Гусева. А сегодня победители Свенсен Норвежец, Вольф Немец. И поздравляем наших украинских друзей Олег Бережной. Неожиданно, конечно, бронзовый призер этих соревнований. Спасибо за внимание. С вами Дмитрий Губерниев. И до встречи во время женской индивидуальной гонки. Субтитры подогнал «Симон»!